Здравствуйте! Меня зовут Кирилл Захаров. Сегодня у нас заявлена лекция, посвященная иллюстраторам Маршака. Моя задача сегодня рассказать очень бегло, очень приблизительно, но вообще о феномене русской детской иллюстрации, иллюстрации для детей, затронуть какие-то важные имена. Так или иначе, они были связаны всегда с Маршаком, эти имена, ну, по крайней мере, большинство из них. Мы вспоминаем Маршака, вспоминаем писателей, с которыми он был связан, вспоминаем художников, с которыми он был связан. Художников пока еще, как правило, во вторую очередь. Я думаю, что пройдет не очень много времени. Я надеюсь, что мы художников будем вспоминать наравне с писателями, хотя бы потому, что в те годы художник значил ничуть не меньше, чем автор текста, а может быть, даже больше. И вот он, первый герой наш. Лебедев родился в семье механика. Это, кстати, к вопросу о том, что очень много после революции совершенно не аристократического происхождения людей пошли в искусство, хотя и до революции были такие случаи. Лебедев тот же самый, он, в общем, вполне имел возможность обучаться искусству. Он посетил выставку французского искусства 1912 года. По воспоминаниям, она на него произвела впечатление и не мудрено. Ну, а в 1912 году понятно, что французское искусство, оно было на пике моды. Были совершенно замечательные течения. Кубизм и прочий всякий авангардизм. И это еще одна важнейшая часть вообще всей этой истории. Иллюстрирование книг для детей в 20-е и в первой половине 30-х годов тесно связано с авангардными течениями в современном, на тот момент, взрослом искусстве. Впоследствии это из детской иллюстрации ушло. И на примере первых же работ Лебедева, которые мы сегодня посмотрим, после революционных, он до революции учился в студии Михаила Бернштейна, очень модной, авангардной, где учились другие художники, которые впоследствии реализовались в детской книге, такие, например, как Лапшин или Ермолаева. После революции приступает к работе вместе с Маяковским и Козлинским над всеми нами известными окнами роста. И вот что он там делает. Да? Понятно. Здесь много экспрессии, много таланта. Это интересно, но здесь есть и ирония. И, конечно же, в следующей работе, которую я вам покажу, иронии еще больше. Лебедев шутит, что называется. Ну, тут человек лежит и пьет из бутылки, а другой человек что-то бежит, куда-то несет в мешке. Это, в общем, такая почти карикатурная сценка, но тоже сделанная из геометрических фигурок, плакатная и иронически переосмысляющая авангардный опыт. Нужно всегда иметь в виду, что Лебедев вполне мог реализоваться в работах для взрослых. Говорим это мы в кавычках. Вот его работы 20-х годов. Они очень хороши со всех точек зрения, с точки зрения техники, выучки, школы. Это сцены тогдашнего быта. Тоже с уклоном в карикатуру. Лебедев всегда работал в этом направлении. И до войны, и после войны он рисовал портреты. И делал он это великолепно. И вообще история Лебедева – это такая история перелома. Лебедев – это история человека, который был очень ярким, очень напористым, очень непримиримым во многом с тем, что было связано с искусством. Он прямо говорил своим ученикам, что если вы не состоитесь как художники, туда вам и дорога. Он был жесткий. Он прямо говорил, вы нам не подходите, никогда не церемонился с художниками, которые приходили работать в детской иллюстрации. И через некоторое время мы увидим, что Лебедева поджидал очень серьезные испытания в жизни. Известная ситуация 1936 года. Мы сейчас к ней придем. Это балерина, его вторая жена, Надежда Надежди на балетмейстера. Типичный пример того, что Лебедев вполне реализовался и реализовывался на протяжении своей жизни как автор вполне серьезных, взрослых, актуальных на тот момент полотен. Но он пошел в детскую иллюстрацию. Ему это было интересно. На детскую иллюстрацию, на детскую книгу был запрос. Это была книга для детей нового мира, для нашего будущего. И на этом пространстве можно было очень многое сделать, что Лебедев, собственно, и сделал. И первая книжка, это книжка 1922 года, «Слоненок». Здесь сразу же даже при взгляде на обложку мы понимаем, что опять оригинальным, остроумным способом он из геометрических фигурок собирает забавный, интересный мир. На эту книжку разные взгляды. Есть искусствовед Герчук, который пишет о том, что эта книжка была воспринята детьми просто на ура. А есть мнение, что дети отнеслись к этой книжке достаточно даже агрессивно, они сказали. Там эти герои, там жираф, слоненок или крокодил, они валяются в этой книжке, переворачиваются, иногда у них разлетаются в стороны чуть-чуть лапы. И дети сказали, что того, кто так рисует зверей, значит, самого бы хорошо вот так вот просто взять и растянуть. Подробно мы посмотрим из его таких авангардных работ самую известную, наверное, книжку, это «Цирк». Эта книжка просто эталон. Ее много раз переиздавали за рубежом. Совершенно очевидно влияние авангарда, плаката, буквы плакатные. Это та самая книжка, которую Лебедев нарисовал до того, как Маршак написал к ней текст. Это такой был очень интересный союз очень двух сильных личностей. И там было два союза в это время. Традиционно так считается. Маршак работал больше с Лебедевым, а Чуковский работал больше с Коношевичем. И вот на примере этой книжки было видно, что две сильных личности, они так искрили, между ними шел ток. Было не так, что Маршак писал текст и приносил художнику, а художник покорно искал какие-то там решения. Ничего подобного. Художник нарисовал книжку, придумал ее, а автор и никто-нибудь, а Маршак стал писать, подбирать слова. Это знаменитые строчки, восхитившие Маяковского, по проволоке дама идет как телеграмма. Ну и эта книжка очень яркая, очень интересная, плоская, как многие работы того времени, и очень смешная. Спиридон Кузьмич, это клоун, видимо, коренной москвич, а его супруга Дарья, с другим цветом кожи, с другого полушария. Это квинтэссенция своего рода книжек 20-х. То есть книжки 20-х в лучших своих проявлениях, они именно такие яркие, плакатные, экспериментальные и, как правило, всегда с юмором очень таким интересным. Это то, что делает Лебедев в 20-е годы. Он был очень востребован, более того, он сам руководил процессом, но в 1936 году его и Коношевич ожидал серьезный удар. В 1936 году вышла статья, хотя к Лебедеву придирались и раньше, о художниках-пучкунах. В критике наступил не перелом, раз на Лебедева нападали и раньше, этот перелом подготавливался, но детскую иллюстрацию с некоторым таким усилием, очень серьезным, твердо решили развернуть в новое русло. И для нападки выбрали двух самых известных художников, очень разных, Лебедева и Коношевича. Дети были важной ценностью. Дети были нашим будущим. Везде в статьях повторяло словосочетание «советские дети». Очень многие художники подвергались нападкам критиков, и критики говорили, что художники портят советских детей. Эти картинки буржуазные, эти картинки неправильные. Как правило, основная придирка нарисована непохоже, а художники рисовали непохоже и намеренно. Но мы с вами прекрасно понимаем, что Лебедев мог нарисовать похоже. Это была творческая задача. И вот в этой статье достается обоим, причем их сравнивают с компорчикосами, палачами, которые уродовали детей. Также и эти художники уродуют советских детей, рисуют не то количество пальцев, не совсем прямые руки, ноги. Еж нарисован неправильно, книжка вредная. Критики и прочие оценивали книжки как вредные и полезные. И, конечно, большинство книжек к тому моменту оценивались уже как вредные, к 1936 году. И перед Лебедевым и Канашевичем стал очень нелегкий выбор. Ну, собственно, выбора особенного у них и не было. Надо было рисовать по-новому. Это пример нового Лебедева, книжка 1938 года, мы военные. И тема, наводящая на размышления, до войны еще остается какое-то время, а книжка для детей посвящена военным таким забавам. Дети здесь представлены в виде военных, они играют в них. В общем, все понятно. Ставка на патриотизм, все отлично, все хорошо. Но в финале уже своего рассказа короткого о Лебедеве я скажу такую вещь. Традиционно считается поклонниками иллюстрации 20-30-х годов, что Лебедев сломался. Он продолжил рисовать очень хорошо, но так, как ему самому было тяжело. Некоторые прямо говорят, что он исчез как художник. Я так не считаю. Мне думается, что Лебедев все-таки сохранил силу художника, безусловно, хотя ему было очень тяжело. Следующий наш сегодняшний герой это тоже Владимир Коношевич. Еще одна фигура того времени, центральная и совершенно другая, не такая, как Лебедев. У Лебедева была школа, у Коношевича в общем не было никакой школы. Он всегда был Коношевич сам по себе. Он исходил из совершенно других предпосылок. Если Лебедев делал ставку на авангард, то Коношевич был, как его называли, младший мир-искусник. До революции очень сильным течением было течение мира искусства, где работали модернисты всех мастей, которые заботились о переработке, переосмыслении такого классического наследия. Они могли относиться к нему иронично, они могли его как-то переигрывать, но так или иначе, собственно, то, что ненавидел Лебедев потом. Он ненавидел Бенуа и говорил, что вы рисуете как Бенуа, с рюшечками, с этими виньетками, это все совершенно невыносимо. Так вот, Коношевич, он вылез из этих виньеток. Он был сыном банковского служащего и до революции, кстати, он занимался, насколько помню, чем-то, что можно назвать дизайном. Он моделировал мебель, предметы быта, и это на него имело принципиальное значение. Он всегда на протяжении всей своей жизни и карьеры отдавал огромное предпочтение детали. Он любил рюшечки и все то, что называют мещанским бытом. Он это просто обожал. Я, честно говоря, иногда просто задаюсь вопросом, как он выжил-то в те годы. Если у Лебедева в его иллюстрациях деталь всегда подчинена целому чему-то, то, когда мы осмотрим некоторые работы Коношевича, нам начинает казаться, что его герои, персонажи, хотя они обладают характером, сами чуть-чуть напоминают какие-то детали или орнамент. И Коношевич, помимо того, что он был художником, и, кстати, жизнь его не изобиловала какими-то серьезными событиями, но вот самое яркое событие, это та самая статья 1936 года о художнике Пучкуна, где его вместе с Лебедевым, таких разных, взяли и обоих, как следует научили, как нужно рисовать. Его жизнь – это жизнь просто художника, который рисует, общается с Чуковским, с которым они больше всего книжек сделали. Но там очень много было такого скрытого, о чем он писал в воспоминаниях. И если мы будем внимательны, мы в этих воспоминаниях прочитаем для себя очень много. Но я забегаю вперед. Давайте мы с вами сначала посмотрим, с чего Коношевич начинался. Это, собственно, такая иллюстрация. Коношевич как любитель Виньетыча. Это иллюстрация к Андерсену. Азбука в рисунках Коношевича, книжка 1918 года. Та вещь, которая позволила его сразу же полюбить представителям более старшего поколения и назвать благосклонным, младшим мироискусником. Белка, медведь странный, по мнению многих, кто видит его. И негр, да, в те годы негр мог оказаться вместе с животными в букваре как не субъект, а некий объект мира. Чуковский, основной автор, с которым работает Коношевич. Они достигают невероятных высот. Книжки бывают иногда просто удивительными. Вот эта книжка меня в свое время поразила. Лимпопо рассказывает, как богата была в те годы иллюстрация. Комикс появился тогда. То, что мы сегодня называем Вимельбухом, появилось тогда. В советской России были такие книжки. Здесь нам Коношевич параллельно с текстом рассказывает свою историю. Очень интересно, если присматриваться к этим картинкам. Потому что, например, «Зайцы едут на трамвае», написан маршрут трамвая, «Морковный рынок, заячий переулок». И предупреддающая надпись «Не высовывать уши». Это такая своего рода раскадровка. Но говорить о том, что Коношевич работал только с Чуковским, нельзя. Конечно же, он работал с Маршаком, и на нашей выставке вы можете видеть немало книжек. Вот книжка «Три зверолова». Да, это пример того, как Коношевич мог быть разным. Дело в том, что Коношевич, в отличие от Лебедева, никогда даже после этой статьи 1936 года он резко свою манеру не изменил. Он стал чуть-чуть другим, чуть-чуть более скучным. Потом в воспоминаниях он напишет, что это те пять лет, конец 30-х, от которых я хотел бы отказаться. Лучше бы их вообще не было. Но если человек смотрит поспешно на картинки Коношевича, ему кажется, что вообще ничего не произошло. Присмотревшись, особенно в этом смысле, мне кажется, хрестоматийная книжка «Три толстяка» 1941 года, там вот такой Коношевич, вы ее найдете, может быть, где-нибудь увидите. Вроде бы это Коношевич, но он какой-то скучный. Действительно, художник рисует по указке. Уж Коношевич таких трех толстяков мог сделать, что просто можно закачаться. А тут вот... И вот еще пример такого агрессивного Коношевича, страшного. Это сказка о военной тайне 1933 года. Вот Коношевич не затейливый. Он даже в некотором роде плакатен. Да, и мы приходим к Рассеянному. Конечно, не только Рассеянного он иллюстрировал, но история про Рассеянного одна из самых ярких. Во-первых, это, кстати, очень интересная история в контексте творчества самого Маршака, потому что на фоне пионеров и на фоне очень многих хороших книжек про то, как нужно шагать в светлое будущее строем, появляется история про вообще непонятно кого. Какого-то Рассеянного человека, который не знает, как одеться и вообще, куда он едет. Я для тебя расшифровываю это как такой памятник индивидуализму в то время. Ну и прототипы. Вот традиционно считается, что для Маршака послужил прототипом профессор Каблуков, а у художников был свой подход. А в случае Коношевича многие говорят, что прототипом послужил другой художник Николай Тырса. Вот его портрет. Действительно наблюдается некоторое сходство. Да, на этом все. Я вам просто зачитаю отрывок из воспоминаний Коношевича. Есть такая книжка о себе и о своем деле. И вообще Коношевича можно найти немало, Вот здесь просто с первых же страниц он высказывает свой взгляд на жизнь. Люблю я его, этот мещанский уют. Сколько в нем теплоты, интимности и чего-то, что человеческое жилье отгораживает и ограждает от большого, тяжелого и громкого внешнего мира. От улицы растянутый, раздвинутый в бесконечный мир, в котором теряется человек и становится одним из очень-очень многих и расплывается в нереальность, в отвлечение. А здесь среди своих цветов, птичек и салфеточек, даже маленький, незначительный человек, человек и хозяин. В общем, принципиально другой подход. Лебедев, не знаю, как к этому бы отнесся. Следующий наш герой это Евгений Чарушин. Он родился в Вятке. Его отец был, насколько помню, архитектором и вообще-то была не бедная семья. Он был большим сороманцом. Ираст Кузнецов, о котором я обещал сказать, пишет в этой книжке. Кстати, если вы заинтересуетесь, раздобудьте ее. Это очень хорошая книжка, написанная совершенно живым, лиричным языком. Про Чарушина в данном случае. Он пишет, что несмотря на то, что в детских фотографиях Чарушина выглядит милым мальчиком, это был большой хулиган. И тогда же, в детстве, он начинает интересоваться животными. И еще одно очень важное наблюдение Кузнецова. на самом деле не профессия художника была выбором Чарушина. Его выбором были животные. Кузнецов пишет о том, что даже если бы он был просто исследователем животных, у него не было бы ощущения, что он какую-то неудачу в жизни настигла. Но ему нравится рисовать. И он в гимназии, кстати, знакомится с другим будущим художником, Васнецовым Юрием, о котором мы сегодня тоже поговорим. Это уже более поздняя фотография. Вот здесь они втроем Чарушин, Курдов и Васнецов. Но они с Васнецовым переживают разные приключения. Они едут в Петроград, поступать в Академию художеств. Васнецов в последний момент поступает, хотя казалось бы, что он ни за что не поступит. А Чарушину приходится возвращаться обратно домой. А потом опять приезжает, поступает, учится. И, конечно же, он приходит к Лебедеву. И уже в те годы молодой Чарушин показывает свой характер. Вот он, например, как во время обучения говорил о том, что ему кажется, что в изображении натуры стоит идти не от общего к частному, а от частного к общему. Это интересное наблюдение. То есть, грубо говоря, мы рисуем зверушку, начиная с какой-то детали, а потом вот... И то, что сделал Чарушин в своих иллюстрациях, они разные, на самом деле. У него тоже есть периоды, он менялся. Это совсем ранний Чарушин, например. Здесь много относкальной живописи, на мой взгляд. Ну и, конечно, это перекличка с самим Лебедевым. Если мы вспомним книжку «Лебедева охота», там тоже отсылка к наскальной живописи. Но очень быстро он приходит к своему стилю, который он практикует в журналах. Его звери на тот момент очень непривычны. Это мы сегодня Чарушина воспринимаем как нечто собой-собой разумеющееся. Звери его составлены из мазков, штришков, черточек, палочек, пятнышек. Критика это замечает и часто его ругает. Те самые слова о том, что еж нарисован неправильно. Здесь медведи расползаются на какие-то пятна. Для нас они уже не расползаются. А есть мнение, кстати, если вы в интернете найдете лекцию Нади Плунгян, искусствоведа, она вообще высказывает интересное мнение, что Чарушин ориентировался на кубизм. Если мы вспомним кубизм, там тоже мир расползается на части дробные такие, кубики. Ну вот он здесь тоже. Ну и Филонов так работал, хотя опять же Чарушин вроде бы с Филоновым не сталкивался, не учился у него. Филонов свои работы тоже делал, идя от детали к целому. А потом, да, аналитической живопись можно было аналитически разложить целое на частности. В общем, это все такие умные слова и попытки это все анализировать. Но перед нами звери и экспериментальные, совершенно замечательные книжки Чарушина. Это его журнальные работы. Это одна из ранних книжек «Цыпленок», просто потрясающая, на мой взгляд. Абсолютно современная. Выйдя сегодня такой «Цыпленок», мне кажется, он не был бы каким-то устаревшим. Но самая яркая книжка это книжка Маршака. Это книжка, ну не то, чтобы она сделала имя Чарушину, но в любом случае Чарушин, да, иллюстрировал это Маршака мало. Эта книжка, собственно, фактически единственное их такое грандиозное детище. Но здесь его талант воплотился в полной мере. История этой книжки довольно любопытна. Она выходила с другими иллюстрациями английского художника за много-много лет до этого. И вот ее, когда решили переиздать в 1935 году, даже, насколько я помню, ни у кого вопроса не возникло, кто ее должен иллюстрировать. И, разумеется, тот художник, который оригинальнее всех рисовал зверей, Чарушин. Но и для Маршака это серьезная работа. Маршак ведь переписывает все. Например, всем нам известные строчки «Не стоите слишком близко я тигренок и не киска» всего две строчки. Изначально тот перевод Маршака, который вышел за много лет до этого, он содержал 12 строчек. Это, кстати, говорит нам о том, как Маршак работал над своими переводами. Они часто превращались уже не в переводы, а в такие самостоятельные произведения. И он говорил о том, что очень важно соблюдать баланс, не давать себе слишком много воли, но и не слепо следовать оригиналу. И иногда этот поиск приводил его к тому, что финальный вариант стихотворения был во многом очень далек от первоначального варианта на языке оригинала. Но, вероятно, и даже невероятно, Маршак находил какое-то нужное для него ощущение. Мы присмотримся к этим рисункам и мы сразу же поймем вещи, которые много пишут искусствоведы. Тот же самый Кузнецов об этом пишет. У нас были замечательные художники-анималисты. Ватагин, например, тот же самый. Или Формозов. Но они рисовали, по мнению Кузнецова, я с ним согласен, разумеется, животное как таковое. Вот лев как лев. Чарушин рисует животное индивидуально. У него каждое животное обладает индивидуальностью, своим характером, своей физиономией. Но при этом он никогда не делает так, чтобы животное было похоже на человека. Эти вот милые зверушки, это зверушки. И выражения их в физиономии, они звериные, животные и бесконечно очаровательные. Мы их любим за то, что они вот такие, звери как таковые. Ну, разве это животное, наделенное человеческими чертами? Нет, это тигренок вполне. Обладает ли он индивидуальностью? Я думаю, да. Это довольно редкий эскиз, уже чуть более поздний. Они эту книжку переделывали. Ну, и напоследок, говоря о Чарушине, просто не знаю, я как не вижу эту медведицу, просто поражаюсь тому, как можно было это сделать. Здесь видно, что все составлено из мельчайших штришков. То самое от частного к целому. Собственно, Чарушина не постигли никакие особые нападки. Я говорил о том, что Лебедева и Коношевича очень крепко ругали. Чарушина все обошло, но Кузнецов пишет о том, что Чарушину, конечно, после войны было тяжело. Рисовать уже по-старому было нельзя. Но, конечно, после войны его начинают преследовать разные болезни. И в этом смысле тоже его путь драматичен. во многом. Пусть в нем не было такого явного перелома, как у Лебедева. Был такой художник, стал другой.